Он выглядит спокойным, с лёгкой улыбкой на лице. Александр Лукашенко собран и сосредоточен, как всегда. Интервью, конечно, не дуэль, но острота вопросов и ответные уколы местами будут напоминать. А США этот пресс позиционирует себя как журналистику фактов. Факт первый и неоспоримый. Внимание мировых СМИ приковано к Украине. И большая часть этой беседы закрутится вокруг российско-украинского конфликта. Что, в общем-то, ожидаемо. Хотел бы начать с проверки вооружённых сил, которая началась вчера в Беларуси. Что это значит и можно ли это считать сигналом готовности принять участие в спецоперации в Украине? Нет, не собираемся принимать участие, потому что в этом нет никакой необходимости. Что касается наших вооружённых сил, я не знаю, почему вы именно выделили этот аспект. Это не столько связано со специальной операцией в Украине, сколько с действиями ваших вооружённых сил блока НАТО, особенно Польши и Прибалтики, и нагнетанием обстановки вокруг Беларуси. В последнее время обстановка нагнетается ещё более яростно, я бы сказал. Мы видели, что в том числе и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, и вообще страны блока НАТО перебрасывают войска к нашей границе. Их было несколько лет тому назад 3 тысячи, сейчас 32 тысячи. Видите рост? И естественно, вооружённые силы, говорю вам прямым текстом, вынуждены на это реагировать. Это никого не должно беспокоить, развязывать какой-то конфликт здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. Нет, Западу в целом и прессе, в частности, Александр Лукашенко точно не даёт спокойно спать. Об этой славе он, конечно, не мечтал, но так уж вышло, что белорусский президент оказался глубоко покружён в конфликт длиной не в 70 дней, а в годы. Впрочем, о цепочке событий, которые привели к тому, к чему привели, на Западе предпочитают не вспоминать. Начиная от личных оскорблений руководства России и до разного рода экономических провокаций, давления и издевательства над русскими людьми в Украине. Это и русский язык, ущемление, и люди на востоке Украины подвергались этому давлению. Я это всё видел. Я только не понимаю, зачем это нужно было Украине. Таким образом, Украина провоцировала Российскую Федерацию. Я не буду перечислять все факторы и факты, известные всему мировому сообществу. Но что хотела, то и получила. Да, сегодня можно говорить, что и вы там подталкивали американцы их к этим действиям. Это правда. Соединённые Штаты Америки хотят воспользоваться моментом, пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне на Украине. Надо разобраться с Россией, но потом с Китаем. Вы извините, мистер Филипс, но мы так понимаем ситуацию здесь. Александр Лукашенко уверяет, его не в чем упрекнуть. Минск как мог наводил мосты между Москвой и Киевом. Кто их разрушил, уж точно не белорусский президент. Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас всё для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России. Я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идёт фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах? Ещё один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. Президент убеждён. Будь хозяин Белого дома, читай хозяин положения, заинтересован остановить вооружённый конфликт, понадобилось бы меньше недели. И не время сейчас заниматься поиском правых и виноватых. Пусть всех рассудят. Но потом. Понимаете, люди гибнут. Поэтому вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Надо войну прекратить. Потом мы разберёмся, кто прав, кто виноват. Санкции вы всегда усилите. Но надо остановить гибель людей. И это сегодня в руках даже не Зеленского. Это в руках Вашингтона и Лондона. Прежде всего их. Европе эта война не нужна. Военные действия нужно прекратить как можно скорее. Александр Лукашенко повторяет это вновь и вновь. С одной стороны, ему больно от того, что гибнут люди. С другой, как опытный политик, он понимает. А развязка может быть куда более драматичной. Россия не применила ещё более серьёзного оружия. А оно у неё есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом. И вот нельзя, чтобы этот конфликт перешёл на более высокий уровень. Потому что никакое НАТО, никакие американцы за тысячу километров не помогут Украине. Вы считаете, Россия может применить ядерное оружие? Это недопустимо. Применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России этот вопрос. Россия не то, что не проиграет. Россия не может по определению проиграть или потерпеть поражение в этой операции. Надо исходить из этого. А какое оружие будет применять Россия, я могу высказать свою точку зрения, зависит не столько от Украины, сколько от вас, от НАТО. Я иногда задаю вопрос Путину, почему эти поставки этого оружия, которые завтра будут направлены против русских людей, россиян, которые там воюют, почему не пресекаются? Он еще осторожничает. А ведь это элементарно. Для того, чтобы прекратить эти поставки элементарно. Скорее всего, он не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь не значит примите как проявление слабости, а посчитайте за нежелание проявлять силу в полную мощь. Так это можно трактовать. Услышат ли? Но если судить по отдельным вопросам, то возникает мысль, уж не пытается ли Запад взять Александра Лукашенко в союзники. До этого дня они только и делали, что обвиняли. А сегодня, насколько вы близки, а может, стоит попытаться переубедить Владимира Путина? В Беларуси 20-й год мы пережили вместе с ним. Ему небезразлично было, что здесь происходило. Слава Богу, мы справились. И когда я его попросил поддержать меня в случае необходимости, никаких даже вопросов не было. Даже с точки зрения наших личных отношений. Понимаете, почему я должен поддержать вас, американцев, Запад и так далее, которые каждый месяц вводят все новые-новые санкции. Незаконные санкции против Беларуси. Мы ничем перед вами не провинились. Но вы постоянно нас давите. Ну ладно я. Но вы же народ давите. За что? Россия никогда себе не позволяла такой политики. Никогда. Почему я должен проводить в отношении Путина и России иную политику? Это очень прямой и честный ответ. Ведь в поисках союзников так легко нажить врагов. Так, мимоходом, журналист поинтересуется влиянием санкций на белорусскую экономику. Но это вряд ли действительно интересно западным СМИ. Ваши санкции незаконны. Незаконны. Вы меня упрекаете в том, что я там агрессор. Путин номер один. Я Путин номер два. Со-агрессор и прочее. Вы больше агрессори, чем я. Потому что вы участвуете непосредственно через ЧВК. Наемников оружие поставляете в Украине. Поэтому вы больше агрессори. Я, президент Беларуси, удивительную войну веду. Наши военнослужащие не убили в этой войне ни одного украинца и ни одного россиянина. И россияне-украинцы не убили ни одного белоруса. Странная война, правда же? Поэтому очнитесь. В чем вы меня упрекаете? Президент призовет жить дружно, но осыши этот приз как будто не расслышит. Что ж, Александр Лукашенко готов повторить и в сотый раз. Вы очень влиятельная фигура. Можете ли вы публично призвать к прекращению войны и прекращению кровопролития? Заявляю прямо сейчас вам. Этот конфликт нужно прекратить. Он никому не нужен. Гибнут люди. Знаю позицию России 100%. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись. И вы это не отрицаете даже. Предполагаю. Хотелось бы, чтобы Запад услышал. Плохой он Путин. Хороший Путин. Россия правильно-неправильно поступила. Повторяю. Не сейчас. Надо обсуждать этот вопрос. Сейчас надо остановить войну. Потом разберемся. Сделайте этот шаг навстречу плохому Путину. Сделайте этот шаг. Война никому не нужна. Это плохо. Ее нужно остановить. Вы услышали? И в самом деле. Услышали ли? И почему не слышали раньше? Разве свобода слова, о которой так много спорят, касается только журналистов и не относится, к примеру, к президенту? На простой вопрос, как журналист журналисту, так знают ли на Западе или в тех же СМИ позицию Беларуси, вице-президент США этот пресс ответит уклончиво. Я не могу судить об этом. Понятие медиа слишком общо. У нас сегодня была хорошая, откровенная дискуссия. Мы международное агентство с подписчиками по всему миру. Они увидят это интервью, это возможность понять позицию президента. Не все могут согласиться, но это способно прояснить ситуацию. Да, мир будет слушать. Что ж, аудитория у Ассиши этот пресс такова, что если и после этого не услышат, тогда уж точно ни о какой свободе слова говорить не приходится. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.